Я не люблю просыпаться так рано. Я себя ужасно сейчас чувствую, потому что я, по идее, сова. У нас почему-то суды будут идти с самого утра до самого вечера, целую неделю подряд, но потом это еще все продлится. В общем, дело изматывающее. Было бы здорово, если бы все это делалось обеда, конечно. Но, тем не менее, к суду я готов. Думаю, пройдет все нормально. По поводу того, готов ли я сесть, давайте вспомним, что из себя представляют российские тюрьмы. Это место, где вас могут заразить туберкулезом, избить, чуть ли не изнасиловать. С вами там могут делать что угодно. Это российская тюрьма. Это не место, где сидит Андерс Брейдер, который просит тебе новый PlayStation. Сидеть за какую-то абстрактную идею, это, по сути, в России может оказаться глупостью. Но свободе вы можете сделать гораздо больше. Если меня в круг посадят, то окей, что поделать, меня посадили. Придется выстрадать своей идеей. И это случится. Но, тем не менее, сидеть у меня никакого желания нет. Надеюсь, что этого не произойдет. Какая идея, то в чем? Нет идеи, с какой-то у вас не найдете. Моя идея... Три статьи у вас. Моя идея в том, что в России должна быть свобода слова. Люди должны иметь возможность говорить то, что они хотят. У нас сейчас принимается огромное количество законов, которые фактически вводят государственную цензуру. То есть уже невозможно оговорить то, что ты хочешь. И здесь сейчас куча представителей СМИ. По сути, сейчас пришли за мной, а может быть, когда-нибудь придут и за вами. Может быть, у вас тоже все ваши тексты и ваши статьи разойдутся с курсом партии. И у вас есть уже вы. Ну, конечно, только не в том случае, если вы занимаетесь просто созданием текстов в угоду власти. Вы планируете какие-то извинения для людей, которые помогли оскорбиться из вас? Безусловно. Если вдруг кто-то оскорбился от моих роликов, извините. Не смотрите мои ролики. Ни в коем случае. Ну, я знаю, что, например, тот же Невзоров высказывал свою поддержку. Сегодня кто-то придет? Сегодня я не в курсе. Я не изучал. Мне это не особо важно. Если кто-то придет, спасибо. Кстати, безусловно, если бы я был в Питере в Москве, то с этим было бы гораздо лучше. В Питере у меня его аудитория меньше ясная дело. По идее, я всероссийский блогер, который ориентирован на российскую аудиторию. И больше всего подписчиков у меня именно в Москве и в Питере. Какую-то стратегию линию поведения на процессы планировали? Как будете себя вести? Какие-то будут спорить, что это кажется? Я буду просто стараться быть адекватным, как и всегда. Я думаю, что другие стратегии не нужно. Многие говорят, что в России вообще нет никакой справедливости, и что ее здесь невозможно добиться. Но, тем не менее, я считаю, что это не так. Какие-то шансы на это есть. Да, это сложно, но все-таки. Все же я на домашнем аресте, а не в СИЗО. Да, безусловно, какое-то время я там провел, и довольно большое, это было ужасно. Но, тем не менее, какой-то справедливости я добился, и, по крайней мере, я не в застенках. Это хоть какая-то, но справедливость. И я надеюсь на нее и в будущем. Руслан, а Запад вас поддерживает? Да, безусловно. Мне постоянно мой следователь рассказывал, что посылают письма из Швейцарии, из Франции, из Бельгии, вообще отовсюду. Мою поддержку. Вы упоминали, что фонд «Открытая Россия» выделил вам грант. Расскажите, на что вы его планируете потратить? Собственно, в фонд «Открытая Россия» я выделил деньги на то, чтобы были лекарства моей матери, на то, чтобы у меня была еда. Я напомню, что я сижу в новостном аресте, и я не могу работать, например. Даже зарабатывать деньги у меня сейчас возможности нет. Я уже полгода так заперти, поэтому в фонду «Открытая Россия» спасибо за то, что я не умер от голода. Огромное вам спасибо, ребята, вы классные. А что вы занимаетесь так на тарестном данном? У меня очень мало выбора. Я могу либо смотреть телевизор, что я не хочу делать, знаете ли, либо я могу писать свою книжку, либо я могу читать книжки. Очень ограниченный набор действий. И то, и другое. Книгу во что пишете? На данный момент в жанре социальной фантастики. Антиутопия? Нет, не антиутопия. Интереснее. И там, кстати, нет ничего про религию. Вообще про другую тему. Есть один забавный факт. Одна из идей, которую я задумал еще летом, это была в существенной книжке антиэкстремистской направленности. Я ее начал писать, начал расширять синопсис, и тут меня обвиняют в экстремизме. Я был безрядно в шаге. Продолжение следует... Продолжение следует...